О подготовке к новому учебному году, трудоустройстве и размещении говорили сегодня на заседании рабочей группы. В Чувашии еще 10 объектов стали пунктами временного размещения граждан, вынужденно покинувших Украину. Они рассчитаны на 350 человек. Среди объектов реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, туристический и оздоровительный комплекс «Заимка», ряд объектов спортивных учреждений, детский и оздоровительный лагерь «Созвездие», физкультурный и оздоровительный центр «Белые камни» в Мариинско-Посадском районе и другие. Напомню, что сейчас в Чувашии развернуты три пункта временного размещения, где проживают 186 граждан Украины. В ближайшее время в республику должны приехать еще 278 человек. 133 ребенка из Украины должны 1 сентября пойти в школы Чувашии. Из них 88 в Чебоксарах. Все школьники закреплены за учебным заведением. Многие ученики уже познакомились с учителями и одноклассниками. В Министерстве образования республики составили специальную таблицу, в которой отмечают, в чем нуждается каждый ребенок и как решаются проблемы. Какие проблемы? Это первая проблема. Родители уже говорят, что не могут оплатить за детский сад. Это 2000 рублей в городе, достаточно большая сумма. И поэтому сейчас первая дема возникает на перспективу. Вторая тема – оплата за питание в школах. То есть у них тоже денег нет, как будем платить. Задачу ставим, чтобы ребенок пришел с комплектованной школьной формой полностью, знал четко, какой класс. И чтобы классный руководитель, директор школы принял его как родного. Всего по России трудоустроено 4% выходцев с Украины. Среди лидеров Свердловской, Ростовской области и Пермский край. Не работает ни один беженец в Челябинской области. В Чувашии трудоустроено 20%. У нас ежедневно находят работу в среднем 5-6 человек. Зам. руководителя госслужбы занятости по Чувашии Наталья Тараканова рассказывает, что проблем с рабочими местами у нас нет. Но не все соискатели приходят на собеседование в положенное время. В Республиканском банке вакансий имелись сведения о наличии 1736 свободных рабочих мест и должностей служащих. В том числе 337 вакансий с предоставлением жилья. Вакансии заявлено 116 организациями Чувашской республики. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 13 529 рублей. Но в городе Чуваксар несколько выше – 14 566,9 рубля. Около 70% вакансий – это рабочая специальность. На заседание рабочей группы было решено привлечь к трудоустройству украинцев и профильные министерства. А предприятиям рекомендовано создать квоты для переселенцев. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.